Здравствуйте, меня зовут Данила Савенков. Я очень рад, мне очень приятно впервые выступать на этом замечательном мероприятии. Я расскажу о своем решении, задачке от Мерседеса на Кегли. Вкратце о чем я буду в ближайшие 20 минут говорить. Я поговорю о задаче, о том, какие были данные, о том, что нужно было предсказывать, о том, почему вдруг все дружно ринулись пробивать лидерборд, о том, почему это было сделать не очень сложно у этой задачи, о том, как в конечном итоге всех очень сильно перетрясло на прайвате, и о том, почему это было очень логично и очень ожидаемо. В этом контексте я остановлюсь достаточно подробно на паблик-кернеле, который был очень популярен в этом соревновании, и назывался Stagged and Averaged Models. Также я немного поговорю о сложных взаимоотношениях бустинга с категориальными фичами. Затем, переходя к своему решению, я поговорю о том, как я валидировался, о том, как я понял, насколько важно иметь отложенную выборку, которую мы вот прям совсем не трогаем и только лишь используем для того, чтобы посмотреть, насколько хорошо или плохо работает наша финальная модель. Затем я расскажу о моей итоговой модели и совсем немного о подходе обладателя второго места на этом соревновании. Итак, на заводе Mercedes есть какая-то станция, которая занимается тем, что тестирует новые автомобили. Нам предлагают предсказать время, в течение которого будет автомобиль тестироваться. Это время меняется примерно от 50 до 250 секунд, и метрика качества предсказания в этой задаче R-квадрат. Train равен тесту по объему в точности, и public subset тестовой выборки составляет примерно одну пятую часть. Это достаточно важное наблюдение. Позже я вернусь к этому, объясню, почему это важно в этой задаче. Итак, пока признаки. Всего было 378 признаков. Большинство из признаков — это бинарные признаки, это характеристики тестирования. Также было 8 категориальных колонок, которые представляют собой характеристики машины. Также в этой задаче признаком являлся ID-шник, то есть порядковый номер объекта в выборке. Здесь, конечно, организаторы не доглядели, то ли они забыли перемешать выборку, то ли еще что-то, я не знаю. Но, тем не менее, при добавлении ID-шников, например, градиентный бустинг, мы сразу же получали статистически значимый прирост качества на кросс-валидации. Как я оценивал статистическую значимость, я еще достаточно подробно расскажу. Пока предлагаю остановиться на том, что ID в этой задаче — это фича, и эта фича действительно очень неплохая. Еще раз напомню. Трейн и тест равны по размеру. Public score вычисляется по одной пятой части тестовой выборки. Давайте попробуем понять, что это для нас значит. Допустим, мы сделали кросс-валидацию на 5 фолдов по трейну. И смотрим score по какому-то из фолдов. И вот нужно понимать, что этот score — это нечто очень похожее на то, что мы, собственно, видим на паблик-лидерборде. Просто потому, что количество объектов в одном фолде и в паблик-лидерборде оно будет практически одинаковое. И здесь у меня плохие новости. Плохие новости состоят в том, что в данных очень много выбросов. Они отмечены на бокс-плоте красивыми маленькими ромбиками. И эти выбросы, и не только они, приводят к тому, что STD на кросс-валидации по 5 фолдам совершенно нереальное. Оно составляет порядка 0,07, а отрезок длины 0,07 — это такой отрезок, в который, я думаю, войдет весь лидерборд, все 4000 участников, ну или подавляющее большинство. Поэтому понятно, что такая оценка совершенно нас не может устраивать. Нужно искать что-то другое. Также нужно обратить внимание на следующий момент. Если, несмотря на все это, мы возьмем и будем фитить паблик-лидерборд. Что будет в этом случае происходить? У нас метрика R квадрат. R квадрат крайне чувствителен к выбросам. Соответственно, наш скорб будет зависеть не от того, как действительно, как хорошо наша модель работает, то есть как она предсказывает нормальные объекты, которые живут на этом бокс-плоте между усами, если можно так выразиться. А метрика на паблике будет зависеть в основном от того, как мы угадали, как мы чуть-чуть приблизились к тем выбросам, которые в паблик-совсет попали. И, соответственно, когда мы будем тюнить, 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 мы будем чуть-чуть приближаться к выбросам, но совершенно не будем улучшать результат на основной массе объектов. Соответственно, на привате выбросы будут другие. Эти выбросы другие. Мы предсказывать будем плохо, потому что они никак не связаны с тем, что было на паблике. И основную массу объектов мы, соответственно, тоже предсказываем плохо, потому что мы этим не занимались. Поэтому вариант смотреть на паблик-лидерборд совершенно здесь неуместен. Еще я прошу обратить внимание на кусочек кода из одного из паблик-кернелов в правом нижнем углу слайда. Вот такой вот хардкод пробитых значений с паблик-лидерборда прямо в сабмиты, он был очень распространен на этом соревновании. То есть таких кернелов было много, и вот этих ликов, их на самом деле там штук 30 или 40. Естественно, вот такое дело очень сильно увеличивало паблик-скор и совершенно никак не отражалось на приват-скоре, что, соответственно, являлось одной из причин большущего шейкапа, который можно наблюдать здесь. Для тех, кто, может, не решал это соревнование, очень важно заметить, что private score победителя — это примерно 0,56. И обратите внимание, какие невероятные скоры получали ребята в топе на паблике. То есть люди хардкодили лики, люди пытались фитить паблик-лидерборд, получали скор, но чуть ли не на одну десятую выше, чем реально private score победителя. И совершенно логично, совершенно ожидаемо, они поехали вниз, кто-то на 2,5 тысячи мест, кто-то на тысячу, кто-то на 700, кому-то повезло на 16. То есть я не вижу здесь никакого сюрприза, на мой взгляд, этого стоило ожидать. И в этом контексте я хотел бы обсудить паблик-кернел, который назывался stack-it and averaged models, который имел паблик-скор в своей базовой версии 0,568, что уже на одну сотую больше, чем private score победителя. А когда умельцы начали добавлять туда пробитые значения, то паблик-скор совершенно невероятные какие-то значения принимал. Итак, что в этом кернеле происходит? В этом кернеле происходит следующее. Мы берем все фичи. Все фичи — это значит прям вот действительно все фичи, включая ID-шники, включая категории, включая бинарные фичи. Все это мы берем и передаем в методы понижения размерности, такие как метод главных компонент, такие как truncated SVD, такие как ICA. Делаем различные случайные проекции. Таким образом, получаем еще достаточно много новых фич. Все это прибавляем к старым. Ну, не прибавляем, а в смысле соединяем. И передаем в XGBoost. С другой стороны, мы берем старые фичи, новые не берем. Передаем их в линейную модель клавасоварс. И эти же фичи мы передаем в градиентный бустинг из Escaler. Затем при помощи, опять же, линейной модельки мы усредняем результат нашего лассо с градиентным бустингом. Получаем какой-то вот такой результат, который усредняем с результатом XGBoost. И получаем в итоге наш submit. То, что мне кажется плохо и вызывает больше всего вопросов, вот в этой схеме у меня помечено красными прямоугольничками. Но тут вы можете заметить, что вообще-то я очень здорово устроился. То есть я занял 11 место, и сейчас буду вам вещать о том, какое плохое решение было у человека, который занял шестое место. И вы таки будете правы. Действительно это так. Так, действительно вот этот скрипт пробился на шестую строчку на private leaderboard. И я об этом постараюсь не забыть, чтобы не забыть об этом точно. Я вот небольшой кусочек лидерборда оставлю в нижней части экрана. Пока идем дальше. Первое, что здесь плохо, как мне кажется, я могу ошибаться, это понижение размерности. Что в них плохо? Плохо в них то, что они делались по сырым данным, ни о каком масштабировании там речи не шло. К чему это привело? У нас есть ID-шники, у которых 8000, у которых масштаб порядка 1000. Есть категории, у которых масштаб порядка десятков. То есть где-то там есть 40 категорий, где-то 50. Есть бинарные признаки, у которых масштаб порядка единицы. Соответственно, когда мы будем делать понижение размерности, то ID-шники над всем будут превалировать. Затем будут идти категории. А бинарные признаки в случайных проекциях они вообще почти представлены не будут. А в таких методах, как PCA, SVD и так далее, они, может быть, туда и попадут, где-то в какие-то дальние компоненты. Но это все лирика. А факт, он выделен красным на этом слайде. И факт состоит в том, что если мы просто возьмем и удалим все эти сомнительные понижения размерности из скрипта, посчитаем кросс-валидацию, то мы поймем, что после удаления мы получили статистически значимый прирост на кросс-валидации. Также теперь у нас есть небольшое преимущество по сравнению с автором этого скрипта на тот момент, когда он его создавал. Мы сразу видим private score. И мы видим, что удаление этих понижений размерности сразу же повышает private score. Но вот проблема. Public score падает на одну сотую, как только мы удаляем эти сомнительные проекции. По-моему, это совершенно очевидный оверфитинг public лидерборда. Я не знаю, если у кого-то есть какие-то возражения, я с удовольствием их выслушаю, с удовольствием поспорю. И да, я не забыл про шестое место на private, обязательно к этому вернусь. Следующий вопрос, который возникает, это использование градиентного бустинга из Scalern. Я специально процитировал кусочек кода из public kernel, где мы создаем регрессор. Что здесь плохо? Плохо здесь то, что автор не зафиксировал random state. К чему это приводит? Это приводит к тому, что каждый раз, когда мы запускаем этот скрипт, мы получаем какие-то новые результаты. То есть Scalern, в отличие, скажем, от XGBoost, не фиксирует по умолчанию random state. И таким образом, сколько раз мы будем запускать, столько разных результатов мы и будем получать. И вот именно поэтому у меня не получилось воспроизвести решение господина DDGG. Хотя я честно пытался это сделать. У него семь версий скрипта в истории. Я все семь запустил, попробовал, некоторые даже не по одному разу. И совершенно ожидаемо у меня ничего не получилось. То есть все результаты оказывались значительно хуже. Более того, именно поэтому я не смог воспроизвести рецепт третьего места. От автора вот этого паблик скрипта. Рецепт был очень простой. Он заключался в том, что нужно поменять буквально три строчки кода. И вот вам, пожалуйста, submit на третье место. Но нет, этого не произошло и не произошло по этой же причине. И более того, мне кажется, что именно по этой причине автор скрипта не выложил уже после окончания соревнования паблик kernel, в котором бы он сам сделал все эти изменения и сказал бы, что вот, друзья, вот вам kernel на третье место. Но он этого не сделал. Он этого не сделал, скорее всего, потому, что у него действительно один раз случайно получилось добиться от private на третье место. Но потом он попробовал зафиксировать random state. И это, я вам скажу, не так просто сделать. Я тоже пробовал найти random state. Он так просто не ищется. И я боюсь, что у автора не получилось просто. Таким образом, шестое место вот этого скрипта я объясняю просто везением. Нужно понимать, что скрипт форкнули 503 раза. Я думаю, что вариантов copy-paste было примерно столько же. Соответственно, у скрипта было очень большое количество пользователей. И я думаю, достаточно большое количество пользователей один из своих итоговых сабмитов выбрали вот этим скриптом. И, соответственно, участник DDGG просто оказался самым счастливым. Оказался обладателем золотого сида. Но справедливости ради я должен сказать, что с помощью этого скрипта, тем не менее, можно получить какой-то результат, который будет где-то в топе. Если быть точным, то это будет соответствовать примерно десятому месту. Опять же, в зависимости от random state. Но в этом скрипте, который вы можете найти по ссылке, есть ряд достаточно сильных изменений. Во-первых, удалены все понижения размерности, о которых я говорил, что это плохо. Действительно, их удалили, стало лучше. Во-вторых, каждому объекту добавлены фичи предыдущего ID-шника и последующего ID-шника. То есть в итоге фичей стало в три раза больше. Это такое очень логичное развитие того, что ID у нас имеет какой-то смысл. И, наверное, время тестирования какого-то конкретного автомобиля, оно как-то немножко связано с тем, что за автомобиль тестировался перед этим и что за автомобиль будет тестироваться после этого. Еще один момент, о котором я хотел поговорить, это техника, которую очень многие применяют при работе с категориальными признаками. В очень многих кернилах, включая вот этот кернил, о котором я сейчас говорил, и не только в этом соревновании, я встречаюсь со следующим подходом. Допустим, у нас есть какая-то категориальная фича. Допустим, у нее достаточно много уникальных значений, там 40, 50. Люди делают следующее. Берется label-encoder, делается fit-transform, получаются целые числа, и все это дело передается в XGBoost, пусть XGBoost разбирается. Давайте попробуем понять, какой вообще в этом смысл и что при этом происходит. На картинке представлена зависимость среднего таргета от категориальной фичи X0. X0 — это очень сильная в этой задаче фича, и мы видим, что в зависимости действительно много информации. Темно-серая полоса — это стандартное отклонение. То есть очевидно, отличия прям очень сильные, и можно отсюда много чего извлечь. Но вот мы передали вот такую зависимость в XGBoost. Что XGBoost с ней будет делать? Насколько хорошо вот такая вот хитрая зависимость будет аппроксимироваться кусочно-постоянными функциями? Ну, совершенно очевидно, что плохо будет аппроксимироваться. По меньшей мере нужно будет огромное количество сплитов для того, чтобы нормально аппроксимировать вот такую зависимость. Но при этом надо понимать, что у XGBoosta, помимо вот этого признака, будет еще огромная куча других признаков. Также надо понимать, что в каждом сплите у нас будут не все объекты, а какое-то подмножество объектов. И подмножество иногда очень маленькое. И вот в свете этих соображений рассчитывать на то, что XGBoost нормально сможет восстановить вот такую зависимость, ну, мне кажется, очень наивно. При том, что на сегодняшний день есть достаточно много очень удобных методов работы с категориальными переменами. Это, например, LightGBoom, который реализует деревья с условием вида равенства в сплитах. То есть фактически он осуществляет one-hot encoding, но делает это вместо нас и не использует для этого дополнительную память. Новый метод CatBoost предлагает несколько настраиваемых вариантов работы с категориями, включая min-target кодирования. А в H2O также встроены разные варианты кодирования категориальных признаков. И вот тем не менее все равно из соревнований, из kernel в kernel качует подход в виде label-encoder fit transform XGBoost fit. Зачем это делать и на что мы рассчитываем, делая так, я честно не понимаю. Если кто-то мне это сможет объяснить, я буду действительно очень признателен. Далее я перехожу потихонечку к своему решению и начинаю с валидации, которая, как я надеюсь, все уже понимают, была абсолютно необходима в этом соревновании. Еще раз скажу о том, что было много выбросов и STD на кросс-валидации было очень большим. Поэтому просто делать кафолт кросс-валидацию было достаточно бессмысленно. можно было попробовать убрать выбросы или стратифицировать по ним фолды. Но проблема в том, что и без выбросов у нас хватает объектов, на которых алгоритм работает очень плохо, и STD все равно остается достаточно большим, и нужно придумывать что-то немного более хитрое. И я придумал следующую штуку. Мы делаем 10 разбиений на 5 фолдов. Соответственно, мы получаем 50 тестовых фолдов, и для алгоритма, для которого мы делаем такую кросс-валидацию, мы получаем 50 скоров по каждому фолду. Теперь у нас есть два алгоритма, мы хотим их сравнить друг с другом. Для каждого из этих двух алгоритмов есть 50 скоров по одинаковым фолдам. Соответственно, для сравнения этих двух алгоритмов мы вполне себе можем воспользоваться т-критерием студента для связанных выборок. И этот критерий оценивает то, насколько значимы отличия качества наших двух алгоритмов. Сразу предусхищая очевидные вопросы. Первый момент — это т-критерий студента требует нормальности выборок. Это правда. действительно т-критерий студента работает только тогда, когда выборки нормальные. Ну, давайте посмотрим, насколько это верно в нашем случае. Выражение для тест-статистики приведено на слайде, и мы хотим, чтобы оно было распределено по студенту. Если оно распределено по студенту, то мы можем применять всю эту кухню и оценивать значимость отличий и так далее. Когда величина распределена по студенту. Не величина даже, а отношения. Она распределена по студенту тогда, когда числитель распределен нормально, а знаменатель распределен по хи квадрату. Давайте попробуем это оценить. Нагенерируем 100 bootstrap псевдовыборок и построим разность мат-ожиданий для куку-график для разности мат-ожиданий, он слева, и куку-график для дисперсии попарных разностей, он справа. Видно, что точки очень хорошо ложатся напрямую, то есть предположение нормальности с достаточно большой точностью выполнено, и мы вполне можем использовать критерии студента для того, чтобы оценивать статистическую значимость, отличий наших двух классификаторов. Следующая проблема, которая тут возникает, это множественная проверка гипотез. Есть много стратегий, как бороться с проблемой множественной проверки. Я использовал самую банальную стратегию, это проверять меньше гипотез. Но я немножко поясню, в чем тут проблема. Дело в том, что вот, например, у нас есть один бейзлайновый алгоритм, мы хотим найти второй, который лучше, и мы начинаем, допустим, делать grid search по какому-то гиперпараметру, получаем еще 100-200 новых классификаторов, и потом ищем те, которые будут статистически значимо лучше, чем наш бейзлайн. Вот это плохой путь, так не надо делать, даже если в действительности никаких отличий не будет, то 100 новых классификаторов уже будет достаточно для того, чтобы мы чисто случайно нашли вот эти статистически значимые отличия. В этом и состоит проблема множественной проверки, и поэтому проверять гипотезы нужно очень осторожно. В данном случае я делал это следующим образом. Я следил за тенденцией изменения тест-статистики. Что это значит? Ну, поясню на простом примере. Допустим, у нас есть tgboost, и мы настраиваем количество деревьев. У нас есть бейзлайн с количеством деревьев, скажем, 100. Мы начинаем плавно увеличивать количество деревьев. Ну, и допустим, увеличение количества деревьев приводит к улучшению качества. Тогда t-статистика принимает отрицательные значения и начинает постепенно уменьшаться. Тест-статистика уменьшается, 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 где-то находится локальный минимум, и затем она начинает увеличиваться, когда мы переходим в фазу переобучения. Вот это хорошая ситуация, и в этой ситуации мы делаем следующее. Мы смотрим, что у нас в этом минимуме. Если в этом минимуме pvalue меньше, чем 0,05, то мы принимаем гипотезу о том, что действительно новая версия алгоритма лучше старого. Если нет, то остаемся со старым алгоритмом. Теперь плохая ситуация. Делаем то же самое. Берем бейзлайн со 100 деревьями, увеличиваем количество деревьев. И t-статистика может начать меняться резко. Даже при малых изменениях гиперпараметра. Она может начать менять знак. И так далее. И вот в таких случаях я автоматически сразу считаю, что отличий нет. Хотя, еще раз повторюсь, что если я возьму вот в таком плохом случае 100 каких-нибудь новых значений для количества деревьев, то я наверняка получу хоть одно, где pvalue будет меньше, чем 0,05. Но это получено случайно, и это совсем не то, что мы хотим иметь по результатам кросс-валидации. Небольшой слайд для тех, кто, ну, примерно, как я полгода назад, вот сейчас последние три слайда смотрел и не понимал, что это вообще, о чем, какие студенты, какие тест-статистики и так далее. Где-то полгода назад я прошел совершенно замечательный курс на курс серии по статистике. Действительно очень классно, действительно ничего лишнего. Он вот прям настолько хорош, что я совершенно бесплатно его готов здесь для вас рекламировать. Идем дальше. Таким образом, валидируясь, улучшая модель, выбирая фичи, я добился того, что локально я получил R-квадрат порядка 0,58. Еще раз напомню, что скорб победителя — это 0,56. Но, понятно, на тот момент я этого не знал. И впервые за последние 3-4 дня, пока я вот это все улучшал локально и очень верил в свою валидацию, я сделал submit и совершенно неожиданно получил на паблике 0,54. При том, что baseline на паблике дает 0,55. Я задумался, наверное, что-то я делал не так. И вот здесь я хочу сказать очень важную вещь, что паблик лидерборд в моем случае сыграл роль отложенной выборки. И теперь я абсолютно точно знаю, что какая бы у нас не была классная кросс-валидация, как бы мы хорошо ее не продумали, мы не можем полагаться только на нее. Всегда абсолютно необходимо иметь выборку, на которую мы почти никогда не смотрим. И только когда мы пришли к итоговой версии нашей модели, только тогда мы смотрим скорб на этой выборке и понимаем, как вообще наша модель будет работать на тех данных, которых она действительно никогда не видела. Ну, я какое-то время думал, что же пошло не так, и пришел к следующему выводу, что произошло переобучение на выбросах в обучающей выборке. Я об этом уже немножко говорил и повторюсь, что R квадрат очень чувствительно к выбросам. И, соответственно, когда мы пытались улучшать нашу кросс-валидацию, придумывать фичи, что-то еще подкручивать, так получилось, что мы занимались в основном тем, что учились чуть-чуть ближе подходить к тем выбросам, которые у нас были в трейне. И совсем никак не улучшали нашу модель на основной массе объектов, которые и так неплохо предсказываются. Проблема в том, что в тесте выбросы будут другие. И от того, что мы зафитили выбросы из трейна, даже несмотря на то, что мы их зафитили достаточно устойчиво, то есть при разных разбиениях мы получали на этих выбросах неплохие результаты, к выбросам в тесте это ровным счетом никакого отношения иметь не будет. И тогда я пришел к следующему пунктику, что относиться к кросс-валидации как к оценке итогового перформанса модели на данных, которых она не видела никогда, это не совсем верно. Кросс-валидация все-таки в первую очередь это способ сравнения одной модели и другой модели и способ ответить на вопрос, какая из этих моделей лучше. А если так, то тогда давайте подумаем, что мы вообще хотим от нашей модели. Мы хотим, чтобы наша модель как можно лучше предсказывала те объекты, которые она может в принципе предсказать. такие вот нормальные объекты, которых большинство в наших выборках. И мы вынуждены признать невозможность предсказывать выбросы. Можно пойти в этом направлении дальше. Можно не только оценивать перформанс модели без выбросов, но и обучать модель тоже без выбросов. И этот подход действительно очень сильный. И Евгений Потеха в соревновании в Сбербанк показал, что этот подход действительно стоит внимания. Он занял там первое место, он валидировался именно так. Но есть проблема, что такой подход смещает матожидание наших предсказаний. И соответственно мы должны подбирать какой-то поправочный коэффициент, чтобы это матожидание вернуть на исходный уровень. А учитывая, что вот то, что на этом слайде я сейчас рассказываю, происходило примерно за полтора дня до конца соревнования, у меня просто не было ни времени, ни сабмитов на то, чтобы подбирать какие-то коэффициенты. Поэтому от этой идеи мне пришлось отказаться и прийти к следующей кросс-валидации. Следующая кросс-валидация была устроена так. Сначала мы ищем выбросы. Выбросы мы ищем следующим образом. Мы получаем для всего трейна out of fault предсказания и затем ошибки и затем объекты, на которых наш алгоритм сильно ошибается. Мы считаем выбросами. Я делал так, что таких объектов получалось порядка нескольких процентов. И при кросс-валидации наши алгоритмы обучаются на всех объектах без исключения. Но качество работы алгоритма оценивается только на нормальных объектах, то есть выбросы мы в данном случае не учитываем. Если кому-то это интересно или кто-то может хочет разобраться, как именно я это реализовал, я выложил на GitHub эту функцию. Пожалуйста, заходите смотреть, может кому-то это понравится, кто-то тоже ее будет использовать. К чему я пришел с этой новой кросс-валидацией? Я пришел к тому, что мой отбор признаков, который был устроен хитро, и я по-разному пытался делать, оказался переобучением целиком и полностью. Ну и достаточно ожидаемо, то, что количество деревьев в бустинге оказалось слишком велико. Ну, я все это поправил уже в последний вечер соревнования, отправил свой пятый из пяти возможных сабмитов на Kaggle, и, собственно, этот сабмит мне и дал в итоге 11 место. Ну, теперь я вкратце пробегусь о том, как было устроено мое решение. Первое, с чего нужно начать, это кластеризовать наши объекты на четыре типа. Ну, кто решал, тот помнит, кто не решал, я сейчас расскажу. Target имел достаточно хитрое распределение в этой задаче. Оно состояло из четырех компонент. И вот эти компоненты, они очень легко выделялись по одной фиче, по фиче x0. Как я конкретно это сделал, опять же, можно посмотреть по ссылке, но это действительно достаточно тривиально, мне кажется, что это не самое интересное, что я сейчас могу рассказать. Хотя, если кто-то захочет услышать подробное объяснение от меня, пожалуйста, задавайте вопрос, я с удовольствием на этом остановлюсь. После того, как мы выделили эти кластеры, нужно понимать, что ничего нового мы не сделали. То есть градиентный бустинг и без нас очень легко эти четыре компоненты выделяет. Представлена гистограммка кроссвал предикта всей обучающей выборки. И видно, что все четыре кластера разделены абсолютно без проблем, без нашей помощи. Но проблема здесь в другом. Проблема в том, что кластераты XGBoost разделяет, но внутри каждого кластера XGBoost показывает очень низкий R-квадрат, а в некоторых случаях даже отрицательный. И вот в частности, в красненьком кластере, который вот слева такой маленький, XGBoost дает стабильно отрицательный R-квадрат. Что это значит? Это значит то, что XGBoost предсказывает в этом кластере хуже, чем предсказывает кластерное среднее. Но вопросов нет. XGBoost в этом кластере уволен, мы предсказываем в этом кластере всем объектам просто кластерное среднее. Остальные три кластера были не столь печальны, XGBoost хоть что-то там мог находить. И, соответственно, я сделал следующее. Каждому из оставшихся трех кластеров я выдал по своему XGBoost. У каждого из этих XGBoost были свои параметры, были свои фичи, на которых он обучался. Но, тем не менее, на обучении каждый из этих XGBoost использовал абсолютно все объекты обучающей выборки. В порядке отбора признаков я использовал много разных техник. Я пытался генерить новые признаки методами понижения размерности, пытался делать случайные проекции, но в итоге это привело лишь к тому, что я переобучился и, может быть, можно было еще это попробовать поделать. Вполне возможно, там были еще возможности как-то что-то улучшить, но, к сожалению, на это уже не было времени. И в моей итоговой модели участвуют все бинарные фичи, айдишник и номер кластера, это фича, которая производна от x0 и принимает четыре значения, про которые я чуть раньше рассказывал. Параметры xgboost примерно следующие. Использовались очень неглубокие деревья, глубины 2, количество деревьев также было невелико, оно было всегда в пределах 100. Очень активно я использовал метод случайных подпространств, то есть call sample by 3 и call sample by level не были равны единице никогда. И также я для себя открыл параметр gamma, который я раньше не очень понимал, как им пользоваться, но здесь он действительно очень здорово помогал, очень хорошо помогал контролировать ветвление, и в моем случае этот параметр вот в этой задаче работал лучше, чем параметр minchildweight, который нужен в принципе для того же самого, но делал это немножко по-другому, и вот в этой задаче minchildweight работал хуже. Итак, резюме, что я сделал в своем решении. По фичи x0 я разделил объекты на 4 кластера, по одному из кластеров не получилось ничего толкового предсказать, я вернул просто кластерное среднее, для каждого из оставшихся кластеров я настроил отдельный xgboost, который тем не менее обучался по всем объектам обучающей выборки. Вкратце подход обладателя второго места. Ну, во-первых, обладатель второго места сразу обрезал выбросы на значении 155, чем обезопасил себя от такого переобучения, с которым я столкнулся. Он придумал достаточно хитрую модель отбора признаков, которую он назвал feature learner. вкратце эта модель выглядела следующим образом. У нас есть какой-то костяк фич, в который мы верим. Есть какие-то другие фичи, все остальные. На каждой итерации мы из множества всех остальных фич случайным образом выбираем несколько и добавляем их к нашему костяку. Считаем скор на кросс валидации, получаем какой-то скор и затем всем фичам, которые не входят в костяк, обновляем веса. Обновляем веса пропорционально скор на кросс валидации. То есть если фича вошла в то множество, по которому мы обучаемся и скор на кросс валидации вырос, то у этой фичи увеличивается вес. А вес это собственно та вероятность, с которой эта фича будет выбрана на следующей итерации из множества всех фич. Когда вес какого-то признака превышает какой-то порог, то мы этот признак добавляем в наш костяк. И вот так методом последовательных итераций мы получаем какой-то костяк, в котором мы уверены, и это наши фичи, на которых мы будем учиться. Более подробно вы можете почитать на форуме на Кегле, достаточно там все хорошо это описано. И последнее, на чем хотелось бы остановиться, это вот в слаке возникал вопрос, зачем вообще было участвовать в этом соревновании, поскольку достаточно очевидно, что сильно обыграть бейслайны, сильно их улучшить не получится по этим признакам. первое, что я могу на это ответить, это то, что свою первую медальку на Кегле я получил на конкурсе Сбербанка. И надо сказать, что мне очень понравилось получать медальки на Кегле, и перспектива получить еще одну через 10 дней меня привлекала. Я решил попробовать, и так и у меня получилось. Но если серьезно, то действительно, разница с бейслайнами очень маленькая, порядка пятнадцати тысячных, если говорить о топе лидерборда. Но решая эту задачу, я нашел много нового для себя. Я вот нашел кросс-валидацию, которая учитывает статистическую значимость. Я понял, как опасны выбросы. Понял, что имеет смысл валидироваться без выбросов. Я понял, что совершенно необходимо иметь отложенную выборку и не верить исключительно кросс-валидации. Я понял, что разделение объектов на кластеры и дифференцированный подход к каждому кластеру при расстоянии моделей, может очень сильно улучшить наш скор, улучшить нашу модель. В конце концов я понял, наконец, что за параметр гамма в XGBooste, как он важен и как он крут. И вот я узнал новый подход к отбору фич от обладателя второго места. В принципе, этот список можно продолжать. Я сегодня поделился этими идеями с уважаемой аудиторией, которая присутствует здесь в зале, который смотрит сегодня трансляцию, который, может, посмотрит эту трансляцию в будущем. И я искренне надеюсь, что кому-то может какие-то из этих идей покажутся интересными и полезными. И вот именно за этими знаниями, за новыми какими-то идеями я и шел участвовать в этом конкурсе. На этом моя презентация подходит к концу. Я всех благодарю за внимание. Пожалуйста, задавайте вопросы. Здравствуйте. Вот у меня пару вопросов и буквально один комментарий. Вот смотрите, вы в самом начале сказали, что там было несколько категориальных фичей, и вы сказали, что вы делали с фичой X0, да, она называлась. А что с остальными? Вот техник много вы сказали, а как делали вы? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы рассказывали просто значимость признаков и так далее в контексте того, что вы сделали кроссовольдацию на 5 фолдов с разными седами и так раз 50 повторили, да? Или 10 раз повторили? 10. 10 раз. Вот чем это лучше, чем просто смотреть среднее по всем этим фолдам? И последний вопрос, такое замечание. Вот вы сказали, что параметр глубину дерева вы ограничили двумя, а параметр гамма ограничивает ветвление. Это как сочетается друг с другом? Глубина дерева и ветвление. Вы же ограничили. Хорошо, давайте по порядку. Я начну с последнего и потом вы просто повторите, потому что я все не запомнил. Значит, как параметр гамма ограничивает ветвление? Дело в том, что да, я ограничил двумя глубину дерева, но тем не менее может такое случиться, что в каком-то сплите у нас дальше ветвиться уже смысла нет. То есть, когда максимальная глубина еще не достигнута, но прироста по нашей функции потерь уже нет. И вот именно для этого нужен параметр гамма. То есть параметр гамма обозначает тот минимальный выигрыш, который мы получаем от сплита для того, чтобы этот сплит делать. Я ответил на этот вопрос? Можно тогда повторить предыдущий по одному же? Что делали с остальными категориальными признаками? Категориальные признаки. Я пробовал делать минтаргет кодирования, но здесь это достаточно сложно. Во-первых, потому что иногда так бывало, что в трейне и тесте были разные значения этих признаков. То есть в тесте мы получали какие-то новые значения, которых мы еще не видели. Но это совершенно ожидаемо не принесло каких-то результатов. Ну и естественно, я пробовал делать вот то, что все делали, то, что мне кажется достаточно бессмысленно, но попробовать так и можно. Я попробовал сделать лейбл-энкодер, опять же, каких-то особых результатов я не получил. И в итоге я просто их не использовал. То есть кроме X0 категориальные признаки не входят в мои модели. Так, еще небольшое уточнение по категориальным признакам. Вы делали таргет-энкодинг с двойной кросс-валидацией, да? Да, с двойной кросс-валидацией, честно. И последний вопрос. Вот чем статозначимость отличается от просто подсчета среднего по 50 фолдам и стандартного отклонения на этих 50 фолдах? Дело в том, что вот это хороший вопрос. Давайте я об этом подробно скажу, потому что это действительно важный момент. В знаменателе вот этой штуки стоит не просто дисперсия по фолдам, а стоит дисперсия по парных разностей. Это лучше тем, что вот, например, у нас есть первый фолд, на котором у нас много выбросов и стабильно хуже качества. И есть второй фолд, где выбросов вообще нету и качество очень хорошее. Если мы будем считать просто STD по всем фолдам, то оно просто будет большое. И как бы нам будет плохо сравнивать средний, потому что большое STD, и мы не можем быть уверены в результате. Когда же мы считаем по парные разности и STD по парных разностей, ну в данном случае дисперсию, то мы от этой проблемы уходим. Нас не интересует, что первый фолд хуже второго всегда. Нас интересует, насколько первый алгоритм лучше или хуже второго на первом фолде, на втором фолде и на каждом соответствующем фолде. Вот именно в этом смысл перехода от STD по всем фолдам к вот такой вот схеме. Еще вопросы? Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы там CatBoost упоминали? Да. Это который от Яндекса, правильно? Да, правильно. А вы его пробовали? Вы знаете, я его еще не пробовал. Я только вот по вопросу категориальных признаков изучил более-менее подробно документацию и просто привел фактически то, что написано в документации. А вообще вот никаких ощущений, что насколько разница там с каким-нибудь... Нет, вы знаете, на этот вопрос я, к сожалению, не могу ответить. Я его не пробовал еще. CatBoost просто из коробки может считать вот эти таргет-кодирование и отдельный еще one-hot encoding. Ну, просто это может делать из коробки, не надо там ручную что-то с этим делать. Ну, таргет-кодирование часто используют. В конкурсах оно всегда давало какой-то прирост. Просто где-то это может не дать, конечно, на какого-то роста, а где-то дает. Production тоже очень часто используют. просто вопрос в том, что я говорил, что вот Label Encoder и потом XGBoost, когда у нас много разных значений у признака, ну, это такое мероприятие достаточно бессмысленное. А вот алгоритм от Яндекса, он прямо из коробки дает какие-то, ну, вот как по крайней мере кажется со стороны, очень осмысленные к этому подходы. И преимущество в том, что вот если в случае с mintarget-кодированием, если мы будем делать сами, нам нужно делать кросс-валидацию двойную, то есть есть определенные технические сложности. Там же это все уже сделано за нас, уже сделано хорошо и этим уже можно пользоваться. Я правильно понял, что в IGBM сплит для категориальных фичей делается прям по всем значениям категориальных фичей? В IGBM есть параметр categorical feature. Ну да, а как он использует его? Насколько я понимаю, он использует его следующим образом. Если у нас признаки некатегориальные, то мы можем ставить условия вида неравенства в сплите, а по категориальным мы ставим условия вида равенства. То есть в одно поддерево мы отправляем все объекты с каким-то конкретным значением этой категории, а все остальные отправляем в другое поддерево. Вот как-то так он работает. Ну да. Еще возможен подход, когда делится на все значения к идеальной фичи, но он вроде на практике часто приводит к реобучению. Еще вопросы? Ну, если появятся какие-то вопросы, можно задать Данилю их потом, после окончания. Погадаем еще раз Данилу за доклад. Спасибо.